Друзья, всем большой привет! С вами Семен. Сегодня нас с вами ждет ловля карпа на флет. Ко мне приехал мой племянник Ярослав с далекого города Благовещенск. Всем привет! Ловил он только большую акулу где-то под Владивостоком. Было же дело? Было, было. Было. Ну, не порадую я тебя такой рыбой, но надеюсь ловля и карпа порадую. На флет повываживаешь, проведем с тобой здорово время, половим. Ну и надеюсь, чуть подрастешь, 11 класс закончишь и будешь тоже в Благовещенске искать водоемы, где ловятся карпы, выезжать. Ну, кстати, у вас там большая река Амур и рыба тоже у них там хорошая ловится. Кстати, показывали не фотографии, друг тот, да, там хорошую рыбу поймал. Так что, ребят, там тоже классная рыбалка. Давай, начинать пятюню. Сегодняшнюю рыбалку, ребят, мы проведем на водоеме Фазенда рыбака. Находится вблизи станицы Пластуновска, это Денскор район, Краснодарский край. Большой плюс, то, что далеко бросать не нужно. До дальнего берега дистанция примерно метров 60, то есть это самая узкая часть водоема. В левую сторону, конечно, там уже дистанции побольше, в районе 100 метров, 130. Вижу, даже ходят кораблики, люди завозят под дальний берег. Прекрасный летний день, будет достаточно жарко, но большой плюс, то, что есть деревья и хоть какой-то естественный холодок будет. Так что, надеюсь, рыба нас порадует. Карпов сегодня с племянником половим. И так, друзья, перед тем, как начну искать точку ловли, замочу пелец, 3 миллиметра, жирный. Так, пойдет чуть-чуть, здесь, кстати, 2 килограмма емкость, и достаточно надолго хватает фишинг-бенд. Обязательно кипяток, уже не первый раз показываю, этот пелец достаточно долго натягивается, в районе 15 минут. Процесс нужно, конечно, ускорять. И вода с водоема. Готово. Крышка накрываю и пускай стоит. Засекаю время, через 15 минут возвращаюсь и будем проверять. Да, кстати, ребят, еще для вас информация. На этом водоеме раньше были рыбалки только дневные, сейчас уже сделали и суточные. Поэтому прозванивайте, узнавайте и приезжайте на сутки на рыбалку, проведете классное время, половите карпа на флет. Но водоем здесь спортивный, правило только поймал, отпусти. Самое время, друзья, нам с вами бросить маркерный груз в руках с подовое удилище, оно же маркерное. Позже немного вам за него расскажу. Груз маркерный, вес 110 грамм, форма булава. Делаем заброс под дальний берег, но аккуратно, главное не перекинуть речку. Главное рассчитать силу заброса. О, прям под камыш, идеально положил. Сразу же под тем берегом начинается хорошее выбитое дно. Я даже не буду мудрствовать, чуть-чуть протащу и можно заклипсовать. Там как дорога карпа, выбитое дно примерно метра два от камыша и потом уже начинается неглубокий ив. И сейчас, друзья, я вам хочу рассказать, как целиться. Вот видите, у нас ориентир, большое дерево. Левая рука, низ комеля, ручки. Уводим влево, бросим влево. Уводим вправо, бросим вправо. То есть вот берем четко ориентир, цель. То есть когда мы делаем заброс, вот у нас замах. Мы уже прицелились в это время. Вот примерно отсюда, чуть выше. Вот сделали прицел и заброс. Но когда забрасываем, всегда удилище держим ровно и бросаем так же ровно. Вот, все, прицел есть, заброс. И у нас четко по ориентирам маркер летит. Протаскиваю. Хорошее дно. Можно не мудрствовать. Такой выбитый участок. Не очень глубокий киев. Маркер легко идет. Сейчас на колышках точную дистанцию скажу. В районе полтинника, наверное, будет. Сейчас на колышках точную дистанцию скажу. Между ними 4 метра. Просто вот так набрасываем и считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. У нас получилось 60 метров дистанции. Тем временем проверю пилец. Сейчас нажимаю. Примерно миллиметр, немножко меньше еще сердцевина твердая. Но ничего, она потянет. Воду сливаю лишнюю. Все, пилец для ловли на флет готов. Сейчас пока сделаю насадку. Он потянет вот эту оставшуюся влагу. И будет отлично лепиться во флет-кормушках. Оставляем еще немножко постоять. Самое время уже, друзья, подготовить монтажи. Да, сделать первые забросы. Кормушка вот такой формы. Вес 80 грамм. Это наутилус. Сейчас все готовим. И уже будем ждать первых поклевок. Потом пауза. Минут на 15. Прикормка. И, конечно, будем закармливать. Рыбу нужно подтянуть. На одно удилища половлю на пылик. 14-е это мидия. Просверливаю сверлом тонким. Потом уже такой иголкой монтажной пробиваю. И одеваю на волос. Раз, два. Стопорок сверху. Оп. Готова одна. И на два других удилища половлю на вот такие вавторсы. Один желтый, другой оранжевый. Стаскиваю на волос. Сверху фиксатор, стопор. Есть. Насадку в пресс-форму. Пелец уже полностью готов. Подсушился немножко. Лишнюю влагу попил. Рассыпчатый. Засыпаем. Формуем. Сейчас пылик пойдет мидия. И совсем немножко так прикрою. Чуть-чуть. Оп. Не сильно прижимая. Одна есть. Насадка номер два. Ярослав на вываживании будет. Каких-то рыбок. Ну раз акулу тянул. То я думаю и карпа потянет. Отлично. Еще одно третье. Да будем ждать первых поклевок. Закрываю, чтобы солнце не сушило пелец. Прошло, друзья, примерно минут 20. Быструю рыбу не поймали. Сейчас нужно будет, конечно, выбранную точку закормить. Для этого буду использовать вот такую зерновую смесь. Здесь один килограмм. Рыболовная банда. Бёрдфуд. Тут и пшеница. Конопля. Сахарная сорга. Вот такая, в общем, мелкие. Разные частички. Не молотые. То есть тут зерно цельное. Раз. Также из зерна добавлю кукуруза. Конопля. Килограмм. Опа. И сюда же пойдут бойлы. 20 миллиметров. Это фишинг бенд. Запах тутти-фрутти. 2 килограмма в этой емкости есть. Наверное, килограмм. Да. Здесь пол пачки. Примерно было. Может, чуть-чуть больше килограмма. И также фишинг бенд пельчик. Разнокалиберный. Жирный. Несколько черпаков. 2. 3 штучки. Пойдёт. Сейчас. Пока не на сухую. Вымешиваю. И добавлю ароматику. Ананас. Аромакомплекс. Немножко. Меньше, чем пол баночки. Всё. 5 минут стоит. И будем закармивать. Рыбу подтягивать. Ребят, только начал кормить. Правая. Вот здесь бери. Вот здесь. Поднимай. Фрикцион затяни. Я тебе показывал вот этот. И подсекай. Да. Подтягивай. И поднимай. И приподсекай чуть. Оп. Раз. Чуть-чуть. Да. Подзатянул. И начинай вываживать. Первая поклёвка была. Кинул буквально сколько? Ну, ракет, наверное, 7. И на провис такая поклёвка пошла. Ярослав вываживает первый раз карпа. Ещё и на фидер. Поэтому он новичок-новичок. Нет, так низко не опускай. Поднял вверх. Подмотал чуть-чуть. Да, тут рыба сильная. Уходит. Ничего, давай. Тренируйся. Право увёл. Ну что? Первая. Да, первая. Опа. Давай, просто теперь аккуратно подводи. Удилища чуть-чуть вверх приподнимай. Можешь назад чуть-чуть отойти? А я уже тут приму. Да, уходит. Вверх удилища. Вверх, вверх. Вверх. Не хочется. Ну, не хочется. А ты как хотел. Всё. Первого взяли. Красава. Дай. Молодец. Чуть-чуть вот так вот забог. Ну, в принципе, нормально. Надёжно. При неумелом вываживании всё-таки не сошёл он у него. Значит, засечка была точно хорошая. Вот такой. Ну, полторашечка, наверное, ребят, есть. Ничего себе он пузатый. Офигеть. Нормальная рыба. Чистенькая. Она здесь, кстати, очень сильная, бойкая. Тащит в правую сторону. Ну, пойдёт. Давай, Ярослав, я тебя сфотографирую. Маме отправишь. Вон, видишь? Да, вот в ту сторону его, да. Всё. Ну, а в качестве закорма и выбора точек ловли у меня выступает одно удилище от фирмы Волжанка. Эта модель называется Хаммер. Рост его 3,90 и тест 5,5 ЛБ. Спот и маркер. Классное удилище по всем, можно сказать, параметрам, как и по фурнитуре. Гайка-катушка-держатель здесь установлена топовая. Это Fuji кольца SIG. На конце комельной части такой прорезиненный материал, не скользящий. Удилище достаточно бросковое, чувствительное. Можно и ракету побросать на нормальную дистанцию. Ну, мне, кстати, удавалось бросить на 140 метров. Не предел, можно и больше. Удилище это двухчастное. Очень хорошо, кстати, передаёт рельеф дна. Чувствительное. Но при использовании именно плетёнки. Здесь у меня также Волжанка 0,18, шок-лидер 0,28. Кстати, это восьмижилка красного цвета. Кольцо нижнее здесь 50. Установлена у меня здесь катушка также от фирмы Волжанка. Модель называется Хаммер. Шпуля алюминиевая. Имеем две клипсы. Подпружиненные с двух сторон. Фрикцион здесь быстрый. То есть, буквально полуоборота полностью затянут. И полуоборота уже полностью, видите, ослаблена шпуля. И скажу так, друзья. Катушка достойная по цене и качеству. Даже может ещё и превосходит какие-то топовые европейские бренды. То есть, здесь всё чётко. Уже второй год пользуюсь. Никаких проблем. Не захрустело, не заскрипело. Всё идеально, плавно, быстро. То есть, катушка просто супер. И лёгкий вес. И очень классный, симпатичный дизайн. Оцените. То есть, она смотрится вообще офигенно. Ребята, дуплет. Смотри, я беру центральную. Ты берёшь вот эту правую. Вот, ребятам, точку и подкормил. Фрикцион подзатяни. Да, подкручивай. Дуплет. Сразу две поклёхки одновременно. Я вот продолжаю кормить удилища. Я на стойку поставил. А вон спомп лежит. Вот, смотри, понаблюдай за мной. Не спеши. Понаблюдай за мной. Как раз я вываживаю. И посмотри, как я делаю. И сразу ты всё поймёшь. Если будет вправо сюда уходить, то просто вот так вот смотри. Вот так вот будешь ввести, уводить в сторону. Ушёл вправо, уводи. Да, вот так вот. Прям веди его влево. Ого, ничего себе. Так, всё, не спеши вываживай. Где он? Сошла у Ярика рыба. Вон разводы. Чуть-чуть, конечно, она сюда, в эту сторону, попёрла. Не успел он вывести. Ну, ничего. Сейчас ещё подтянем рыбку, кормим. Ну, пока такие небольшие первые разведчики подходят, это нормально. Будем ждать более крупных. Мне главное, чтобы Ярослав чуть половил, приналовчился вываживать. Чуть понял процесс. Давит хорошо? Вообще, как вот влево уходит. Ну, они здесь такие бойки. Да, вот так выше приподнимай. Да, вот выше. Вот, хорошо сейчас получается. Всё, отлично. Так быстро наловчишься. Буквально там 5-6 рыб. Вот сюда, в левую сторону заходи. Обходи сюда. Просто иди вот сюда, сам иди. А, не могу. И вот так уводи вот чуть-чуть в сторону. Пробуй. Всё, чуть-чуть на себя. Пока не крути, не крути пока катушкой. Потому что, видишь, у тебя уже кормушка близко. Нельзя близко подкручивай. Чуть-чуть приподнимай, просто удилищем приподнимай. Вот, амур, амур, ребята. И хороший такой причём. Вот сейчас просто вверх поднимай и заводи его сюда в подсаку потихоньку. Рыба хорошая. Ну, давай, с первого раза получится у него давить на дно. Офигеть. Такой, блин, пятёрочка. Ну, Ярик, если возьмёшь, ты просто красавчик будешь свалил. Хвостом брали просто. Хвостом не берут. Чё, уже всё, рука? Нет, нормальная сейчас. С боевой готовностью. Вот, приподнимай. Всё, эх, мимо. И старайся его так сюда направлять, ко мне. Вот, приподнимай. Вот, сейчас приподнимай. Всё, взял. Ты поймал амура. Чё, рука всё забилась? Нормально. Ты же кроссфитом занимаешься. Кроссфитчик настоящий. Хорошего амура взял, друзья. Просто, просто кайф. Повезло, засёкся хорошо. Забок прям вообще пробил нижнюю губу. Там сорваться просто не вариант было. С-под дальнего берега клюнул. Сейчас будем тебя фотографировать. Ну что, потрогай хотя бы. Ну, сейчас подержишь рука. Я тебя сфоткаю. Да будем отпускать. Ну, такой килограмма четыре, наверное, есть. Хороший. Поднимай. Ты парень здоровый. Кроссфитом занимаешься. Первые места занимаешь. Это для тебя не вес. Опускай. Открывай. Всё, можешь за хвост помочь чуть-чуть. Переворачивай его, да. Поплыл. Бери, бери. О, поклёвка хорошая. Прям вообще фрикцион. Затягивай. Затяни, затяни, затяни. Как только ты берёшь, ты должен затянуть фрикцион. Только не сильно, не сильно. Буквально там оборот. Сейчас, если сюда попрёт, то я здесь тебе помогу с этих скоряков вытащить, потому что ты можешь этот снова туда завести, она у тебя уйдёт. Крутится не кулаком. Крутится вот. Пальцами. Да, пальцами. Что за рыба, непонятно. Фрикцион? Нет, просто подходи ко мне ближе. Снова Амур, Ярослав. Опять Амур? Да. Подходи ближе немножко. Чуть поменьше. Вот, он уходит. Видишь, вот фрикцион у тебя сработал хорошо сейчас. Ага. Не возьмём с первого раза. Это рыба, которая убегает. Понял. Видит подсак и убегает. Не, нифига. Попробуй чуть ближе ко мне ещё подойти. Всё, вот так вот удилище вверх. При поднимании спеши. Не успели. Не успел. Уводи, уводи из-под удилища. Сюда вот-вот раз, сюда подвел. Сам отошёл. То есть ты двигаешь. Ты тоже должен двигаться. Есть, ребят, взяли. Ещё одного Амура. Ну, чуть поменьше. Но всё равно, молодец. Уже увереннее. Приплыли Амуряки на кукурузку, на зерно. Пельчик. Вот, идеальная. Видишь, засечка какая? Смотри. Обрати внимание. Чётко за центр. Крючок восьмёрочка. Гамакацу. Пробил. Насадки нету. Амуры, они так сопротивляются, что сбивают. Понял. И там очередная поклёвка. Там паровоз. Сейчас быстренько отпускаем. Иди, отпускай своего. Смотрите, ребята, как попёр. Ого. Всё, отпускай. Прямо с этого, да. Раз его. Просто обрызгал. Дай чуть-чуть. Ничего. Я ещё и не весь корм выбросил. Там у меня ещё остался. Сейчас буду докармливать. Короче, у нас уже пообедать надо бы, конечно, спортсмену, нашему кроссфитчику. А мы ловим темп. Вот, видишь, у тебя вверх удилище. Поднимается. Потом, когда ты сматываешь, опускаешь. Потом снова. Можешь просто вот держать рыбу. Не крутить катушка. Вот просто вот ты её держишь, видишь? Вот на одном месте правая рука. Правой рукой держу. И вот просто её веду. Вот видишь, раз, раз, раз в сторону. Удилище оно отрабатывает, мягкое. То есть ты управляешь рыбой. Ну, у меня небольшой. А паровоз был хороший. Видел, да, поклёвка какая? Потащил прям. Зеркальный карп. Теперь помоги на подсаке, заводи его. Потренируйся. Завести. Вообще сильный, а? Такой, как амур. Что-что? Да, опускаю его. Хороший такой трёшечка. Не, он ещё под подсаком. Вообще сильная здесь рыба на этом водоёме. Вот эти фудикарпик небольшой, но прёт. Всё, я его завожу сам. Ты только приподнимай, всё, готово. И ручку всегда вот так, не поднимая, а носится. Рыба носится вот так, что сломаешь. Всё, неси. Он такой, смотрите. Он такой сильный. Он, знаете, прогонистый, как сазан. Вот он, длинный. Хороший, сильный, чистый. Рыба здесь просто флетовая. Вот приехать покайфовать на флет водоём просто шикарный, ребят. Бомба. Продолжим. Поплыл? Поплыл. По удилищам, друзья. Фирма Nautilus. Модель Lost Master Feeder. С ростом 3,90, с тестом до 120 грамм. Неплохое удилище. Недорогое. Достаточно хорошо бросает. Отрабатывает рывки рыбы. Здесь получается комель комбинированный. Большая часть пробка. И на конце эва не скользящая. Гайка сверху находится. Фиксирует отлично ножку у катушки. Само удилище трёхчастное. Вершинки, кстати, здесь все стеклянные. То есть не карбоновые. Стыки здесь, конечно, я бы даже сказал, чересчур надёжные. Бывает такое, что еле-еле вытаскиваешь. Установлена у меня здесь катушка также фирма Nautilus. Модель называется Epica Heavy Method 6000. Шпуля алюминиевая. Две клипсы больших, подпружиненных. Ручка ввинчивается в главную пару. По подшипникам имеем 9 плюс 1. Укладка классная. Фрикцион средний, быстрый. Такой достаточно большой. Четырьмя пальцами держу его. Данная модель достаточно мощная. Подойдёт для ловли на флет. Можно установить на карповое удилище. Плавный ход, бесшумный. Поклёвка, ребят, налевая. Сейчас два удилища не забрасываем. Перекусим. Иди пока вываживаю, а я пожарю сосисон, яйца. Всё, ты пока. Тянь и фрикцион не забывай. Возле берега будет, потом крикнешь. А то там жарится. Давай продолжай. О, ну такой неплохой, кстати. Трёшечка тоже, я думаю, наверное, уверенная. Бойкий, офигеть. Есть взял. Ну да, такой. Трёшечка точно. Ну вот такой уже чешуйчатый порадовал. Нормальный прям, долбой. Могу прям, повываживал его под офигел, конечно. Нормальная рыба. Так, всё. Беги, отпускай. А я пошёл, кто там яйца. Хорошо. Дожарились уже. Пойдём, говорит, на свободу. Правильно. Поклёвка хорошая, ребята. Прям порвоз нормальный. Сидит. Вправо ломанул. Прям хорошо вправо увёл. Так, правое удилище не зацепил. Уже, уже радует. Сейчас, наверное, в корягу сюда попрёт, как обычно. Так, где? Ага, вон, вижу всё. Шок-лидер. Да нет, карпик маленький. Ну такой, полторашечка. О, молодец. Вот такой, ребят. Опа, круглый. Небольшой. Ну, районе полторашки, может, чуть-чуть меньше. Нормальный. Зато поклёвина была хорошая. Прям паровоз такой невероятный. Давай, плыви. Пошёл? Ага. Ну, давай, не спеши. Вверх, плавненько вверх. Что-то этот прям, прям видно, что тебе прям аж тяжело его вываживать. Да, ты того прям быстро взял, довёл. А этот прям хорошо. Смотри, аккуратно, не торопись. Вверх плавно, резких не делай рывков. Плавненько вверх. В натяжении леску держи. Хороший, хороший, хороший. Есть. Такой, да. Три, может, чуть даже и побольше. Ну что, Ярик, как тебе вываживание вот этого? Ну, хорошо, так сопротивлялась очень сильно. Рука тебе немного это... Подзабилась, да? Да. Ну, видишь, какой. Вроде не намного больше, но прям достаточно сильный, хороший. Такой зеркальный карпик. Так что, ребят, неплохо так подловили карпиков, амурчиков. Ну, ещё время есть, подлое, может, ещё и укропнится. Попытаемся, да? Всё, в принципе, давай. Отпускаем его и продолжаем. В общем, разловили. Да, он плывёт сейчас. Всё, поплыл. Ветерок поднялся. Кстати, чуть тучи набегают. Но это в плюс, не так жарко. Потому что лесополоса есть, но до обеда, прям вообще великолепно, чуть после обеда туда, после часа, уже солнце припекает. Ну, облака есть, немножко нам везёт. Не такое пекло будет, конечно. И плюс ветерок, чуть встречный дует. Хорошая подтяжечка была. Ого. Рыба, конечно, бойкая. Так сразу и не понять. Со стороны. С-под берега вываживаешь. Прёт хорошо. Прям сильно. Ты уже прибежал. Помогать. Уже начинаем всё с Яриком складывать, собирать, мыть. Вёдра протирать. У него тут как раз шоркался и поклёвочка. Мощнейшая. Что за рыбка тут у нас? Ну, на финалочку, наверное, уже возьмём. В принципе, и хватит. Нормалёк, да, половили? Ты доволен хоть чуть-чуть? Ну, это хорошо. О, нормальный, длинный. Ты надо? Да, да, да. Берём, конечно. Это хороший. Зеркальный карпик. Такой. Три, может, чуть больше. Давай, ещё раз, беги. Ещё одна. Я пока с этим, пока видео запишу. Давай. Хорошо потяну. Ещё одна поклёвка. Триплет, ребята. Офигеть. У меня ещё тот на моте лежит. Ну, это уже всё. Точно на финалку. Смотрите, прёт. Прикольное финальное видео. Сразу. Тремя рыбами. Надеюсь, вот эту, если ещё беру, то это вообще получится бомбически. Первая, вторая, третья. Такой выход. Конечно, кормить надо. Ещё бы кукурузы. Давать. Амуров бы задержать там. Потому что, говорят, что соседний сектор. Справа от меня ловили прям хорошо амуров. Именно таких. За пять килограмм. Десяточки попадались. То есть, вообще прикольно. О, хороший. По-моему, прям такой. Ещё и может и пятёрка быть, друзья. Смотрите, бурун какой. Всё. Ну и давай в подсаг этот заведём с тобой. Кабанчика неплохого вроде как. Смотри, какой хороший сазан. Вообще прям офигенный. Молодец. Итак, друзья. Вот такой думал на финалочку. А нет. Ещё два потянули. Ярик небольшого. И я следом сазана. Сейчас в подсаге. Этого отпускаю. И того кладём на место этого. Так, этот уплыл. Да, друзья. Такого ещё не было. На финалочку сразу три рыбы триплетом взяли. Этот самый крупный. Которого потянул хороший такой сазанчик. Ну, килограмм пять, наверное, в нём есть. Прогонистый. С хорошей поклёвкой. Надеюсь, и вам понравилось. Рыбалка порадовал. Ярика порадовал. Так что сейчас будем уже потихоньку собираться домой. Но этого отправим обратно в водоём. Выездом, конечно, остаёмся довольны. Поплыл. Быстро, как видишь. Давай, пять половил. Хорошо. Рыбу сегодня. Быстро, кстати, молодёжь вникает. Ну, это нормально. Как и с телефонами разбираются. Очень легко, можно сказать, с годика уже начинают что-то клацать. Ну, так же и в рыбалочке. Всё быстро в них получается. Это хорошо. Главное не сидеть дома в таком возрасте. Не гладить телефоны. Не играть в компьютеры. А выезжать на природу. Ловить рыбу. И классно проводить время. Будет что запомнить, друзья. Я знаю, что у меня много зрителей, которые ещё в школе учатся. И выезжают на рыбалки. Ребят, молодцы. Я вас поддерживаю. Просто красавцы. Ну, и тебе, конечно, ещё раз пять. Приехал, сдалека, половил рыбу и уезжает, конечно, доволен. Всем вам, ребята, спасибо за просмотр. Поддержите пальцем вверх. Подписывайтесь на канал. И увидимся с вами в новых выпусках на рыбалках. До новых встреч. Всем пока. Пока.